Привет! Я Александр Герасимов. Это проект Оно Вам Надо. Субъективный взгляд на основные события прошедшей недели. Основные с точки зрения авторов программы. Дайте нам полчаса, и мы сделаем вас носителями пакета информации, достаточного для того, чтобы быть персоной, сведущей в политике. Если вы все понимаете, значит, вам не обо всем говорят. Вот темы этого выпуска. 20 тысяч мертвецов вокруг новогодней елки. Что пьют в России на зимних каникулах? Идиот в окружении клоунов. Издательский скандал в Белом доме. Под флагом Бандеры против Порошенко. Астрология обещает президенту Украины политические неприятности в Новом году. Россия – главный продавец страха в Европе. Новые экономические санкции или дружба из-под полы? От фейковых новостей к ложным революциям. В Иране окончательно подавлен народный бунт. Довольно значительная часть аудитории Русской службы «Голоса Америки» в эти дни пребывает в состоянии постновогоднего синдрома. В первую неделю января во многих регионах в первые две недели месяца происходит глобальное расслабление всех социальных слоев и институтов. Социопсихологи считают, что 5 января, например, самый депрессивный день в году. До него приходится максимальное количество самоубийств, госпитализации в психиатрические клиники и обращений к психологам. В России 2018-й – это каникулы длиной в 10 дней. Хотя принято считать, что раньше старого Нового года, то есть 14 января, появляется на работе моветон. Так что отпуск для всей страны не слабый. Мне третьего дня рассказывали, что в Украине зимние каникулы начинаются 19 декабря, день святителя Николая Чудотворца, а заканчивается 19 января – православное крещение. Ну, традиции кое-где еще чтут. Так вот, чем занимается население отдыхающих регионов России, в общих чертах известно. Те, кто не в туристических поездках, а их около 10%, выпивают. За неполных две недели без малого 50 миллионов литров шампанского и всех приравненных к нему шипучек, 80 миллионов литров водки, порядка 10 миллионов литров коньяка, более 4 миллионов литров виски. Откуда это у русского человека? 45 миллионов литров вина. Остальная выпивка статистически не очень интересна. Естественно, кроме пива, которого выпивается более 800 миллионов литров за две недели. 800 миллионов! Среднестатистически ежегодно длительные зимние каникулы заканчиваются в морге для 20 тысяч граждан России. Причины смерти стандартные. От банального алкогольного передоза, в народе это называется перепой, до несчастных случаев по причине неспособности сфокусироваться. Мои американские соседи, те, кто не жил в Советском Союзе или посткоммунистических странах, спрашивают меня, а в то время, когда Россия массово пьет, кто страной управляет? Оно вам надо. Видимо, опасаясь принятия необдуманных решений, в эти дни традиционно большинство организаций государственного управления тоже находятся в отпусках. К чему это я? Да к тому, что информации из России и постсоветских республик за первую неделю Нового года ничтожно мало. Ну, если только из Центральной избирательной комиссии. Впрочем, об этом немного позже, а пока про грандиозный политический скандал вокруг администрации президента США. Несмотря на просьбы и угрозы в пятницу, в эту пятницу в Штатах все-таки поступила в продажу книга Майкла Вулфа «Огонь и ярость. Внутри Белого дома Трампа». Издание разлетелось в момент, став бестселлером бестселлером. Автор провел последний год в резиденции президента, записал несколько сот интервью с обитателями Белого дома о делах и нравах высшего руководства Америки, собственно, о них же самих. Главный посыл книги – администрация Трампа – это абсолютно неорганизованная, бессистемная компания, где никто не уважает президента и все занимаются только подковерной борьбой друг с другом за влиянием на него. Подробности, на мой взгляд, довольно обидные для Трампа, местами оскорбительные. Чего только стоит заявление автора о том, что команда Трампа не рассчитывала на победу в президентской гонке и все были шокированы, когда узнали, что победили. Не рассчитывали, стало быть, не были готовы к управлению страной. Если верить Вулфу, многие сотрудники администрации считают президента дураком или придурком. А коллективный образ Белого дома – это идиот в окружении клоунов. Дочь Трампа, Иванка, якобы уже готовится стать следующим президентом, а сам Трамп вообще не разбирается в конституции страны. Намекают на его проблемы с ментальным здоровьем. Ну и много чего еще в таком же роде. Главный источник информации для книги – бывший советник Трампа Стив Беннон, уволенный из администрации в прошлом августе за слив информации, противоречащей официальной политике Белого дома. Он был главным политическим стратегом у Трампа, а теперь ему светит судебное разбирательство. Президент уже заявил, что книга об администрации основана на несуществующих источниках и полна лжи. Меня мои американские соседи спрашивают, а что такого необычного в этой ситуации? Политический скандал – это же вещь довольно частая для демократических стран. Она вам надо. Наверное, частая, действительно. Я удивлен несколькими обстоятельствами. Смотрите, Трамп заявил, что он неоднократно отказывал в доступе в Белый дом своему бывшему приятелю, автору книги Майклу Вулфу. Это как так может быть, чтобы президент сказал не пущать, а человек регулярно проникает на сверхохраняемый объект, коим, несомненно, является Белый дом? Вот еще. Выскопоставленный сотрудник увольняется и сразу же начинает сливать инфу налево и направо. Или еще. Белый дом сначала просит, а потом и требует у издателя остановить продажу книг, а он назло начинает ее торговать на несколько дней даже раньше намеченного срока. Сплошные нестыковки. Я попытался представить аналогичную ситуацию в Москве и понял, что сделать это довольно сложно. Ну, в смысле, представить. Вот лет 15 тому назад российская журналистка Елена Трегубова написала книжку «Байки кремлевского диггера» в зарисовке о нравах администрации раннего Путина. Где сейчас барышня? Говорят, сидит в Лондоне в качестве политэмигранта. Не слышно, не видно. А вы говорите, демократия. Возвращаясь к Центральной избирательной комиссии России, вот гуляет вся страна две недели. И политики плоть от плоти, народ вместе со своей страной. Насколько я помню, 18 марта выборы президента, ну, президента Путина. До выборов осталось два с половиной месяца. А кроме самого Путина никто из претендентов голоса в новогодние каникулы не подает. В пятницу начался сбор подписей в поддержку как бы самовыдвинувшегося Путина. Всего надо собрать 300 тысяч автографов. Довольно серьезные требования к достоверности этих подписей. Но мало кто сомневается, что у главного кандидата с этим все будет в порядке. Кроме него о намерении участвовать в выборах заявили небезызвестная Ксения Собчак, лидер ЛДПР Жириновский, бизнес-обудсмен Борис Титов, коммунист-аграрий Павел Грудинин и многие другие. На этой неделе их насчитывалось порядка 50 человек. И где они все? Правильно, отдыхают вместе со своими избирателями. Один Путин за всех работает. И вот издание USA Today на этой неделе ни с того ни с сего написало, что Путин готовится к фальсификации выборов в свою, а в чужую еще, пользу. Впрочем, материал этой газеты программного свойства был не только об этом. Ксения Туркова с подробностями и историческими реминесценциями. Одна из ведущих американских газет вернула к жизни выражение словаря холодной войны. USA Today опубликовала редакционную статью под названием «Россия снова стала империей зла». История повторяется, говорится в статье. Россия сегодня – это бледная версия коммунистического режима, который окончательно распался в 1991 году. Однако российский президент Владимир Путин, не скрывающий своего раздражения этим крахом, стремится вернуть часть былой славы. «Путинская стратегия снова сделать Россию великой является источником международного хаоса». Конец цитаты. В качестве доказательств газета приводит события последних десяти лет. Упоминает вторжение в Грузию, аннексию Крыма, военные действия на востоке Украины и операцию в Сирии. У выражения «Империя зла» в этом году юбилей, ему исполняется 35 лет. Его произнес президент США Рональд Рейган в 1983 году, выступая перед Национальной ассоциацией евангелистов во Флориде. «Давайте вознесем наши молитвы во спасение всех тех, кто живет в тоталитарных потемках», сказал Рейган. «Я настоятельно прошу вас избегать соблазна гордыни, соблазна необдуманно объявить себя превыше всего и навесить ярлык виновности в равной степени на обе стороны, игнорируя исторические факты и агрессивные порывы империи зла, чтобы просто назвать гонку вооружений гигантским взаимонепониманием и тем самым устраниться от борьбы между справедливостью, несправедливостью между добром и злом». Эта речь Рейгана позднее получила название «Речи зла», потому что в целом была посвящена проблеме зла в мире. Само же выражение «Империя зла» принадлежит не Рейгану. Считается, что впервые его упомянул французский оккультист Элифас Леви. Правителем «Империи зла» он называет самого сатану. Но в речи Рейгана «Империя зла», конечно, была отсылкой к саге «Звездные войны». К тому моменту вышло уже две части этой эпопеи. Это не единственная связка правления Рейгана со знаменитой сагой. Его программу стратегической оборонной инициативы называли программой «Звездных войн». После рейгановской речи «Империя зла», как любая сильная, однозначная характеристика, по сути ярлык, превратилась в очень удобную для использования готовую формулу. Точнее даже форму, которую можно наполнить чем угодно. Причем использовать этот ярлык стали в том числе и сами адресаты. Такова судьба любого клише. Его присваивают, чтобы наполнять своим содержанием, а потом маркировать им события или явления, которые хочется заклеймить. Именно поэтому в современной России «Империи зла» стали называть Америку. Этот прием не нов, он давно и хорошо отработан в российском политическом дискурсе. Но обычным людям, знаком по детсадовскому «говоришь на меня, переводишь на себя». Суть этого принципа – отзеркаливать то, что произнесено в твой адрес. Сейчас выражение «Империя зла» уже не то, что раньше. И не только потому, что «Империя» уже не та. И не только потому, что зло в мире стало многоликим. Но и потому, что это понятие опустошили. В России СМИ и политики используют его либо в адрес Америки, либо по отношению к самим себе, но иронически, как бы насмехаясь над теми, кто так говорит. Например, канал НТВ называет репортаж о визите британского министра иностранных дел в Москву «визитом в империю зла». Хотя ничего такого Борис Джонсон не говорил. Но это как будто подразумевается. Посмотрите, нас считают «империей зла», как бы говорит нам заголовок. Различные опросы, которые в разное время проводились среди российских политиков, показывают. «Империей зла» они называли США, НАТО, Аль-Каиду, мировое масонство. А Дмитрий Рогозин в опросе 2004 года для «Комсомольской правды» говорил, что зло, цитирую, сохранилось в ошметках. И живет оно в странах вроде Латвии, которые пытаются запретить русский язык. Конец цитаты. В свою очередь Владимир Жириновский заявлял, что выражение «империя зла» вообще пора забыть, потому что сейчас, по его словам, нет ни империи, ни зла. Сочетание «империя зла» в современном прочтении применительно к России отражает, пожалуй, общее состояние озлобленности и поиска врагов. Так что сейчас это уже скорее не существительное и существительное. Империя чего? Зла. А существительное и краткое прилагательное. Империя зла. Очень зла. Политическая жизнь в Украине на первой неделе нового 2018 года, как и практически везде на постсоветском пространстве, также не отличалась особой активностью. «Горелка», видимо, взяла свое, или точнее своих. Выходные там продолжаются. Из заметных событий можно отметить, наверное, вот что. Во-первых, украинские националисты провели в центре Киева факельное шествие. Жанр, на мой взгляд, не для слабонервных. Полный исторических аллюзий. Хотя и довольно красивый, надо признаться. Около тысячи человек с факелами дошли по вечернему городу до Майдана независимости, где отметили день рождения Степана Бандеры. Ходили с флагами ультраправой партии «Свобода», правого сектора и национального корпуса. Как передает «Интерфакс», на митинге обсуждалась ситуация в стране и мероприятие по прекращению бардака, имеющего место в Украине. Абсолютной бездеятельности и коррупционности антинародности нынешней власти. Речь, разумеется, шла о режиме Петра Порошенко. Все это при освещении горящими факелами. Второе заметное событие этой недели, на мой взгляд, вот в чем. Президент Порошенко написал в Твиттере, что считает введение безвизового режима Украины с Европейским Союзом одной из важнейших побед прошлого года. Украина, по его мнению, сказала окончательное «прощай» российской и советской империям. Забудем давайте о Минских соглашениях. Давайте вспомним о другом, что скоро четыре года, как идет эта война. Понятно, что эта война гибридная. Понятно, что если смотреть на происходящее из благополучного Киева или благополучного Львова или благополучной Одессы, то эта война оттуда воспринимается многими обывателями как нечто похожее на войну в Афганистане. Или, скажем, как она виделась из Москвы в начале 80-х. Или как из той же Москвы виделась в начале 90-х война в Чечне. Но при этом все-таки эта война, при этом 10 тысяч убитых на этой войне это сопоставимо с теми потерями, которые понес, невосполнимыми, я имею в виду, потерями, те же 10 тысяч убитых в Афганистане. Это значит, что эта война прошла через многие семьи, где есть погибшие отцы, братья, дети, родственники. И уже четыре года Россия воспринимается как страна-агрессор. Вот это может быть немножечко пафосное, немножечко трескучее выражение, которое в основном употребляется, скажем так, в официальном вокабуляре, но, тем не менее, на ментальном уровне. Четыре года войны с Россией – это невосполнимый урон прошлым. Для кого-то хорошим, для кого-то терпимым, для кого-то не очень хорошим отношением, но, тем не менее, все же я не верю в то, что... Вот, как говорил Дмитрий Быков, который был тут у меня недавно в Киеве, давал мне интервью, и когда под конец интервью я его спросил, как ему представляются будущие отношения между Россией и Украиной, он вдруг там неполиткорректно сказал, что «Ой, не считайте меня имперцем, но мне очень хочется верить, что мы будем когда-нибудь вместе». Вот я не стал с ним спорить, но он высказал свою точку зрения, это была, скорее, такая эмоциональная точка зрения, но я считаю, что она... Вот такие надежды, они идут просто от непонимания, какая глубокая пропасть сейчас пролегла между двумя странами, между двумя народами. Это как Россия и Германия после... Как Советский Союз и Германия после Второй мировой войны. Очень нескоро. Как Америка и Вьетнам после Вьетнамской войны понадобятся, возможно, десятилетия для того, чтобы вот это все забылось. На этой неделе бывшему главе Одесской области Михаилу Саакашвили украинский суд отказал в статусе лица нуждающегося в защите. Фактически, теперь киевские власти легко могут выдать бывшего президента Грузии официальному Тбилиси, где его, кстати, а может быть и не кстати, заочно на этой же неделе приговорили к трем годам тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями. На посту президента, естественно. Так что, похоже, Петр Порошенко окончательно выиграл эту затянувшуюся и довольно комичную борьбу со своим бывшим другом с преследованиями на крышах. Мои американские соседи спрашивают меня, а что, теперь несчастного Саакашвили в Кандалах по этапу в Грузию повезут? Оно вам надо. Вовсе не обязательно. Вот, скажем, довольно популярный украинский астролог, некто Влад Росс, посмотрел на карту звезд и предположил, что в этом году Украину могут ждать досрочные выборы. Он говорит, Порошенко проиграет, если выборы состоятся в 2019-м, как положено по Конституции, поэтому ему надо побеждать в досрочных выборах 2018. А подтолкнет к ним Украину Михаил Саакашвили. Так что, если верить звездам, его экстрадиция в Грузию в ближайшее время не планируется. А поводов для неприятностей украинского президента довольно много и без Саакашвили. Я предположил бы, что никаких драматических событий не будет, потому что все-таки у Путина тоже президентские выборы. Поэтому до марта месяца едва ли что-то произойдет. Потом у Путина чемпионат мира по футболу. Ему тоже будет не с руки выглядеть в роли человека, развязавшего какое-то новое военное или военно-политическое обострение на востоке Украины. А вот после того, как отгремит чемпионат мира по футболу, и как раз к августу месяцу 2018 года в очередной раз российские вооруженные силы будут на пике боевой готовности, потому что весной очередной призыв. Нужно примерно три месяца для того, чтобы новобранцы обкатались. И все, и тогда может быть все что угодно. Тем более, что в преддверии украинских президентских выборов я думаю, Владимир Владимирович будет стараться сделать максимум возможного для того, чтобы осложнить жизнь. Чтобы жизнь Петру Алексеевичу Порошенко медом не казалась. Вот такой прогноз у меня. На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что намерен в этом году самым категорическим образом перекроить закон о средствах массовой информации для того, чтобы противостоять фейковым новостям. Так и сказал, если мы хотим защитить наши демократические ценности, нам необходимо прочное законодательство. Социальные сети должны повысить прозрачность информации о платных материалах, раскрывать личность рекламодателя и ограничивать рекламные потоки. Макрон известен своей отчаянной прямотой. В прошлом году прямо на совместной с Путиным пресс-конференции он назвал каналы Russia Today и Спутник агентами влияния и органами лживой пропаганды. Отношения лично с Эммануэлем Макроном как считается испорчены и испорчены практически навсегда. С другой стороны, министр французский, профильный, говорит о возможности построения некой экономической линии, скажем так. Не будем использовать слово «ось», которую с таким удовольствием в российских СМИ используют, лучше бы не было ассоциаций со странами оси этой нацистской Германии, условно говоря, как следствие. Но, тем не менее, что существует возможность экономического партнерства с Китаем, которое, очевидно, лежит через Россию. Никакого другого большого и надежного пути во Франции не видят. Экономика, прежде всего, партнерство с США ослабевает. Благодаря политике Дональда Трампа это констатируют европейские политики. Соответственно, у Франции есть запрос на сотрудничество с Россией, какую бы политику внешнюю Москва не проводила. Это экономический запрос, и это, наверное, еще процентов 20 от взаимоотношений с Европейским Союзом. Однако не все так просто в деле построения бесфейкового будущего в отдельно взятой стране. Несмотря на суровый нрав молодого французского президента, в конце прошлого года Russia Today начала вещание на французском языке. Естественно, для Франции. Очень похоже на тонкий ответ Путина своему коллеге в Париже. Так или иначе, давление России, выглядывающее из-под санкций Европейского Союза, становится все очевиднее и существеннее. Ну, давление существует совершенно очевидно и в политической сфере. Помимо смешных, скорее, историй пророссийских хакеров, существует вполне реальное российское давление на определенные страны, либо через определенные страны, например, в той же Чехии, например, в той же Венгрии, например, в той же Италии, во Франции, в Германии через социал-демократов и окружение бывшего канцлера Шерередера, в Великобритании через, скажем так, состоятельных партнеров российских бизнесменов. И повсеместно это давление осуществляется. Цель этого давления, очевидно, отмена финансовых, в первую очередь, санкций, потому что они единственные, реально мешают российской экономике. Можно было бы пережить даже секторальные. Но вот финансовые санкции – это реальная проблема с того самого момента, как они были введены, потому что России просто больше негде найти дешевые деньги для перекредитования. Соответственно, есть военное давление, оно тоже абсолютно очевидно, его никто не скрывает. Россия для Европы – главный продавец страха, вопреки тому, что европейские политики рассуждают о главных угрозах, как о главных угрозах – о миграции и о терроризме. Но единственная потенциально военная угроза для Европейского Союза – это, очевидно, Россия. После 2014 года, очевидно, что о стратегическом партнерстве, о котором говорили до этого, говорить уже не приходится. Уровень доверия практически нулевой, с одной стороны. С другой стороны, Европейский Союз не хочет принципиально замечать давление со стороны России. Если замечает, то в областях, в общем, нечувствительных, экономическое сотрудничество разрывать не хочет. Санкции, конечно, есть, но по ключевым энергетическим вопросам сотрудничества вовсю продолжается и даже углубляется. Поэтому на нынешнем этапе получается так. С одной стороны, Европейский Союз на словах говорит о том, что Россия представляет серьезную проблему, с другой стороны, на деле пытается вести, скажем так, реальную политику и сотрудничать в тех областях, где для него это всерьез выгодно. До прошедшей недели были окончательно остановлены массовые антиправительственные выступления в Иране. Информационные агентства сообщали о многотысячных уличных акциях протеста, превращавшихся в некоторых местах в массовые беспорядки, которые, в свою очередь, довольно жестко пресекались силовыми структурами. Лозунги протеста были не только экономическими, но и политическими, а местами даже и антиклирикальными, чего представить было совершенно невозможно в стране тотального сурового ислама еще несколько месяцев назад. За шесть дней выступлений было убито более 20 человек, на чем, собственно, все и закончилось. Я не вижу никакой оппозиции в Иране, которая себя здесь проявила в этой неделе смуты. Как можно предполагать, смута подавлена. Да, смута родилась, ее больше нет, она уже умерла. И не было там ничего, я бы сказал, организованного оппозиционного. Было недовольство одной части населения одними проблемами. Вот тут уже появились сведения, что что-то типа похожее на наши протесты дольщиков, обманутых в России в одном из городов, в другом повышение неожиданных цен, третьим невыплаты какие-то очередные зарплаты и так далее. То есть вещи достаточно социальные, но в какой-то момент выплеснувшиеся и перехлестнувшиеся с политическими какими-то лозунгами, которые, наверное, выхватывались и попадали в сети, и в сетях казалось, что это абсолютно революционные лозунги. Смерть Хаминеи, смерть Рухани, смерть вообще Айатале и всему этому институту. Я думаю, что очень многие люди в конце декабря, в том числе и в России, и в Соединенных Штатах, замерли в ожидании очень травматических событий, которые могли бы воспроизвести Хаминеискую революцию 79-го года. Этого не случилось, и теперь мы можем определенно сказать, что власти устояли в Иране, и еще одной революции ни суперклерикальной, ни антиклерикальной не будет. Влияние Ирана в событии в Иране на всю Среднюю Азию, я думаю, будет сказываться. Это не будет прямым влиянием, но в этом году и в следующие годы, я думаю, что двоякое может оказываться влияние. Во-первых, власти в централизатских государствах примут к сведению то, что произошло в Иране. Во-первых, они возьмут на вооружение отчасти лозунги властей, обвинения властей, что это гнусный империализм. Режимы примут к сведению, что можно завинчивать гайки, можно жестко подавлять потенциальные зародыши, которые угрожают власти, с одной стороны. С другой стороны, наиболее, так сказать, искусные и мудрые правители поймут, что, в общем, надо иногда выпускать джинны из бутылки, спускать пар, открывать клапаны, чтобы не было сильного давления, и могут превентивно проводить какие-то меры. Так что иранская как бы недореволюция и либо смута, либо мятеж, как угодно это называть, конечно же, скажутся. Белый дом назвал события в Иране настоящим народным восстанием, организованным храбрыми иранскими гражданами. Власти Ирана заявили, что смута была посеяна из-за рубежа. Как сообщают иранские средства массовой информации, большинство задержанных в ходе разгона демонстраций протестантов это члены террористических организаций, действовавших по приказу США, сионистов и саудовского режима. Ну, откуда же еще? Число протестовавших по всей стране не превышало 15 тысяч человек. А вот президент Трамп выразил уважение иранскому народу, который пытался сбросить коррумпированное правительство и пообещал Ирану, внимание, большую поддержку со стороны США в нужное время. если кто-то кое-где у нас порой. Я не думаю, что было бы уместно говорить о реакциях господина Трампа как элементе многоходовых замыслов. Я думаю, что он человек очень темпераментный, очень реактивный, и его твиттер это выхлопы моментальных реакций очень экспансивного и, я бы сказал, такого темпераментного человека, каким мы его сегодня представляем. Поэтому отношение его к иранским событиям я считаю поспешным. Ему он желаемый, как говорится, водовол за действительное. Ему бы надо бы остановиться на характеристике так сказать драматических событий. Я думаю, что Трампу не привыкать к некой или миру не привыкать к некой неадекватности господина Трампа, но зато это веселит, веселит публику и, в общем, создает огромные поводы, радостные поводы для журналистов и для пикейных жилетов. Вот так. Приблизительно такой была первая неделя нового 2018 года. Если вы все понимаете, значит, вам не обо всем говорят. Пока. Увидимся.